Император Николай I в отечественной истории считается неоднозначной фигурой. С одной стороны, его считают тираном и деспотом, жестоко подавившим в 1825 году восстание декабристов. С другой стороны, еще при жизни Николая называли каторжником Зимнего дворца, мужем высшего разума и вечным работником на троне. Каторжник Зимнего дворца, так называется статья Александра Шумилина, публикуемая в журнале «Загадки истории», номер 2, 2014 год. По словам русского историка и философа Георгия Петровича Федотова, Николай I столь ненавистной и справедливо ненавистной русской интеллигенции был последним популярным русским царем. О нем, как о Петре Великом народное воображение, создало множество историй, анекдотов. Самое интересное, что третий сын императора Павла I при рождении практически не имел шансов оказаться на троне. У него было два старших брата, у которых могли появиться наследники, но так уж получилось, что у Александра I в браке родились лишь две дочери, которые умерли во младенчестве. Мужского потомства у него не было, и таким образом после смерти Александра I трон должен был перейти к его следующему по старшинству брату Константину. Но тот, женившись на польской красавице Женетте Грудзинской, вступил в марганистический брак, что считалось нарушением закона о престолонаследии, утвержденного Павлом I. К тому же этот брак тоже оказался бездетным. Да и сам Константин, не желая взваливать на себя бремя государственных забот, заранее отрекся от престола в пользу Николая. При восшествии Николая на престол все вдруг вспомнили пророчество его бабки, императрицы Екатерины Великой. Николай родился 6 июля 1796 года, за четыре с половиной месяца до смерти Екатерины. Увидев новорожденного, она сказала, «Я стала бабушкой третьего внука, который по необыкновенной силе своей предназначен, кажется мне, так же царствовать, хотя у него есть два старших брата». Слова императрицы оказались пророческими. Сам Николай, впрочем, не относился серьезно к словам бабушки и потому выбрал себе карьеру военного. Воспитывал Николая и его младшего брата Михаила генерал Матвей Иванович Ламсдорф. Причем воспитывал, как бы сейчас сказали, по-мужски. Нашкодившие царские сыновья в досталь огребали от строгого наставника и не только подзатыльники. Ламсдорф за малейшую провинность пускал в ход розги, линейку и даже ружейный шомпол. Надо сказать, что у юного Николая характер был далеко не сахар, поэтому ему доставалось больше, чем Михаилу. Как бы то ни было, а Ламсдорф сумел привить своим подопечным любовь к военному делу и военной форме. Привычка к выполнению ружейных приемов осталась у Николая на всю жизнь. Это было что-то вроде физзарядки. По утру, после обязательной прогулки по набережной, причем император гулял один, без охраны, он в зимнем дворце в течение часа проделывал ряд ружейных приемов. Возможно, именно это позволило Николаю даже к старости выглядеть браво и иметь превосходную фигуру. Вот как описывал его внешность врач конногвардейского полка Коррель в 1849 году. Напомним, что тогда Николаю было уже 53 года, проводивший осмотр императора. Видев его до тех пор, как и все, только в мундире и сюртуке, я всегда воображал себе, что это высокого, выдающаяся грудь – дело ваты. Ничего не бывало. Я убедился, что все это свое, самородное. Нельзя себе представить форму изящнее и конструкции более Аполлоново-Геркулесовской. Кстати, природа не обидела Николая и ростом – 189 сантиметров. Правда, до своего предка Петра I он все равно не дотягивал. Рост Петра был 203,5 сантиметра. Перед восшествием на престол Николай был шефом лейб-гвардии саперного батальона и командиром 2-й гвардейской пехотной дивизии. Не мудрено, что, взойдя на престол, Николай ввел при своем дворе чисто военные порядки и нравы. С детства носивший военную форму новый инспектор считал своими только офицеров. На одном из частных балов, где штатских оказалось больше, чем военных, Николай, обведя взором в залу, недовольно спросил у одного из сопровождавших его генералов. Что тут так мало наших? Вполне естественно, что Николай носил только военные мундиры, тратя на их построение немалые деньги из так называемых гардеробных сумм. Кроме того, немалые траты императора были связаны с посещением им кадетских корпусов. Дело в том, что Николай очень любил детей. Он часто посещал военные учебные заведения Петербурга. В детстве воспитанник Александровского кадетского корпуса. Он пишет, что не проходило двух недель, чтобы кто-нибудь из высочайших особ не навещал корпус. Случалось, что государь входил в зал, где нас кишило до 400 ребят и стоял гул, как в громадном птичнике. «Здорово, детки!» – говорил он голосом, которого уже после никогда не забудешь. И вдруг мертвая тишина воцарялась в зале. Ко мне! И опять взрыв шума и такая мятка вокруг него, как в муравейнике. Нередко он ложился на пол. «Ну, подымайте меня!» И тут его облепляли, отвинчивая пуговицы на память и так далее. Всего более страдал султан Шляпы. Ибо все перья разбирались, как и пуговицы, и в виде памяти клеились в альбомы. Но помимо чисто военных развлечений в Зимнем дворце и Александрии, царском дворце в Петергофе, проводились балы и приемы. Причем на некоторые допускались люди всех званий. Правда, сам Николай эти публичные мероприятия не любил. Посещал их исключительно лишь для того, чтобы сделать приятное своей супруге. На балах и приемах молодежь танцевала, а люди постарше играли в карты. Николай не был человеком азартным, и если садился иногда за ламбертный столик, так исключительно для того, чтобы поддержать компанию. Чаще всего он проигрывал. Возможно, именно потому он и не был поклонником карточных игр. Впрочем, Николай порой использовал карты в качестве аксессуаров для благотворительных лотерей. Чаще всего подобные лотереи устраивались в Иничковом дворце. Для их проведения из английского магазина привозились вещи, которые раскладывались на столах. Николай садился за столик, на котором лежала колода карт, а под каждой вещью вместо номера лежала игральная карта. Гости покупали карты у царя, а он сам выдавал им купленные вещи. Средства, вырученные от подобных лотерей, шли на содержание сиротских домов и прочих богоугодных заведений. Николай любил устраивать и так называемые рыцарские карусели. Эти царские забавы появились еще в годы царствования императрицы Екатерины II. Они представляли собой своего рода танцы на лошадях, то есть перестроение всадников, требовавшие безупречной техники верховой езды. В самой известной рыцарской карусели в 1842 году в честь 25-летия обручения Николая и Александра Федоровны, помимо венцуносных супругов, приняли участие еще 15 пар участников. Репетиция карусели состоялась в Михайловском манеже. Как вспоминал поэт Василий Андреевич Жуковский, видеть это было очень приятно. Дамы были одеты в обыкновенное суконное верховое платье, все почти в черном, с белыми кавалерогардийскими фуражками гагбах. Царица была лучше всех, она удивительно ловка верхом. Сама карусель состоялась 23 мая 1842 года в Царском селе, на площадке перед Александрийским дворцом. Императрица была в наряде средневековой дамы, а кавалеры, окружавшие ее, надели подлинные доспехи, взятые из оружейной коллекции Зимнего дворца. В свободное время, которого у царя практически не было, Николай посещал театр. Иногда и сам выходил на сцену для того, чтобы сыграть незначительную роль, часто без слов. Не был чужд император и музыки. Первым из русских монархов он освоил духовные инструменты. Николай неплохо играл на флейте, лолторне и корнете. Правда, публично он не выступал, а лишь иногда на домашних концертах в Зимнем дворце. Он позволял себе поиграть для своих близких. Двор при Николае Первом, по словам современников, был пышен, но больше похож на военный лагерь. В то же время, именно тогда творили такие гении русской культуры, как Пушкин, Гоголь, Тургенев, Брюлов, Клод и многие-многие другие. Следует помнить и то, что именно при Николае Первом придворные заговорили на русском языке. Для этого, до этого, общеупотребительным языком в Зимнем был французский. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии. До встречи!